Хоккейный клуб Адмирал уступил Тольяттинской ладе. В очередном матче Кубка Республики Башкортостан приморцы были в роли догоняющих. На старте моряки трижды пропустили. И это при том, что в этой встрече впервые в межсезонье на ворота вышел любимчик болельщиков Иван Налимов. Сравняться Адмиралу в итоге удалось, однако только под конец матча при счете 4-4. Игра ушла на овертайм, но и его не хватило, чтобы решить, кто сильнее. Судьба встречи в итоге зависела от булитов. В серии бросков повезло больше тольяттинцам. 5-4 победа лады. Из позитива можно отметить, что сумели дважды отыграться. Рад, что ребята собрались, проявили характер. Однако, кто бы как ни сыграл, нельзя быть довольным, когда команда проигрывает два матча из двух сыгранных на турнире. Следующую игру в рамках Кубка Республики Башкортостан Адмирал проведет с нефтехимиком. Жербьевка городского турнира по дворовому футболу состоялась во Владивостоке. Юбилейные пятые соревнования пройдут с 21 по 25 августа. Ежегодные игры любительских команд собирают на площадках футболистов в возрасте 17 лет и младше. Главным нововведением в этот раз станет появление смешанных команд, в составе которых будут играть и девушки. Все встречи пройдут на стадионах 61 и 59 школ. Всего на этом турнире будет представлена 31 команда, 13 в младшей группе и 18 в старшей. По традиции коллективы, занявшие первое, второе и третье места, получат кубки, медали, а также памятные призы. Кроме того, специальные награды от организаторов получат и юные футболисты, победившие в индивидуальных номинациях лучший бомбардир и лучший вратарь. Стал известен звездный состав иностранных участников дрифт-битвы Диуан Джи Пи. Главный соперник приморцев Япония выставит на соревнования шесть гонщиков. Первая тройка уже давно известна местным спортсменам. Это Хибина Тэцуэ, Дайго Сайто и Масата Кавабата. Первые два пилота уже становились победителями международных соревнований на премринге, причем Дайго Сайто делал это дважды. А вот из второй тройки японской команды российским болельщикам знаком только Фудзина Хедеюки. Темными лошадками в итоге станут Мацуэ Юкио и Акира Хиродзима. Также дрифт-битву посетят выдающиеся пилоты из Китая и Таиланда. Честь нашей страны в свою очередь будут защищать только топовые гонщики из России и Приморья. Напомню, что международная встреча дрифтеров Диуан Джи Пи пройдет с 15 по 17 сентября на Приморском кольце. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.